Музыка Сегодня очередное занятие университета рабочих ресторангентов. Тема занятия «Ленин об объективных и субъективных предпосылках революционной ситуации». Читает лекцию доктор философских наук профессор Александр Сергеевич Козенов. Здравствуйте, дорогие товарищи! В этой аудитории мы не первый раз проводим занятия по этой теме. В 2017 году я делал доклад на эту тему в Ленинском музее «Шалаши в Разливе». После этого выступал здесь. И это был не первый, а, наверное, второй или третий раз. Вот опять и опять. Вот интерес есть, товарищи пришли. Наш руководитель эту тему попросил. И мне кажется, что, несмотря на то, что вроде она тема знакомая, она все-таки содержит довольно тонкие аспекты и проблемы, во-первых. А во-вторых, вдруг стала очень актуальной. И последние буквально недели и месяцы. Месяцы и даже недели. Ну, скажем, помимо того, что вверху сейчас такая кутерьма творится, быстрее переделывают Конституцию, значит, быстрее организуют договор, быстрее организуют выборы или голосование по Конституции, как это говорят. То есть, так скажем, если обобщить, я для себя обобщил, вот идет обострение контрреволюционной ситуации. К чему бы это? Почему бы это? И я думаю, что вот может быть потому, что наверху чувствуют, что если не революционная ситуация на дворе, то, по крайней мере, предреволюционная ситуация на дворе. Опять-таки, не только по начальству, не только по народу, не только по событиям, которые мы с вами наблюдаем. Ну, например, скажем, журнал, который, надо сказать, один из таких нынче авторитетных научных журналов, и, кстати, я его несколько раз использовал. Здесь эксперт, который обычно, значит, большую часть посвящает технике, технологии, науке, культуре. Последние месяцы довольно много материалов посвящают политике, политическим процессам. И один из последних журналов посвящен не более, не менее, как именно революции и революционной ситуации. Причем пишет об этом у них такой, один из их выдающихся публицистов, Александр Механик. Он тоже специалист в образе техники, истории техники, технологий. Ну и такой либерал, заинтересованный, довольно глубокий либерал. И вот в последнее время у него довольно много таких публикаций на политические и экономические темы. И вот он счел возможным вот в этой ситуации опубликовать рецензию на вышедшую в 1978 году в Германии работу германского социолога Тилле. Значит, революция, революционная ситуация и революция. Причем меня особенно умилило. Он приводит цитаты из этой книги «Ленинские». Там «Верхи не могут управлять по-старому». В кавычках берет эту цитату ленинскую и не делает ссылок. Опроса говорит Ленина. То есть он рассчитывает, что его читатели, они знают Ленина и понимают, о чем там он и к чему значит, вот это высказывание делает. То есть, как бы предполагает читателей очень знакомым с этой ситуацией. Поэтому я и думаю, что вот эта тема, она актуализировалась. Много выступлений в сети по этому поводу. Тоже обсуждают и революцию, и революционные ситуации, какие-то тут близкие темы. Поэтому я думаю, что может быть, несмотря на то, что мы довольно уже хорошо знаем эту тему, вот я думаю, что, конечно, полезно к ней обратиться и вот в этой ситуации снова. Значит, революционные ситуации. То есть Ленин в конце, вы знаете все прекрасно, это место из работы его крах второго интернационала. И Ленин в конце вот этого абзаца, который посвящен этой промышленности, пишет, что не всякая революционная ситуация заканчивается революцией. И вот это очень правильное такое указание, и нам как бы предостережение для того, чтобы различить, вот где она революционная ситуация, а где она революция. И скажем, спросим у кого-нибудь помоложе, я думаю, даже они вряд ли нам сделают вот это развлечение. Почему одна, значит, ситуация переходит в революцию, а другая ситуация не переходит в революцию. Хотя она может быть революционной ситуацией. И мы все знаем ее, значит, там эти вот признаки, что обострение противоречий, что правительство в растерянности, в кризисе, в раздраве не может управлять по-старому. Значит, верхи, они погружены в бедствия, значит, в проблемы, не хотят, чтобы ими управляли, значит, по-старому. В какой ситуации бонапартизм может возникнуть? Не может возникнуть, она после каждой контрреволюции возникает. После каждой контрреволюции. И я как раз об этом потом еще попозже скажу. Да, значит, но, чтобы она переросла в революцию, нужен субъективный фактор, говорит Владимир Ильич. А что значит субъективный фактор? А субъективный фактор – это готовность класса, не людей отдельных, а класса к коллективным, массовым, энергичным действиям. А чтобы он был готов к этим массовым энергичным действиям, он должен иметь организующую силу. То есть эти действия, когда носят такой организованный характер, тогда они могут энергичным быть. А, скажем, без организующей силы они вот собрались, допустим, где-нибудь на митинги, пожгли там эти машины, побросали камни в стекла витрин магазинов и разбежались, и разошлись. Или там походили, как во Франции, даже вот целый год почти по пятницам, по субботам собираются, бастуют, кричат лозунги, требуют. Но правда, французское правительство в некоторых вопросах отступило. Но на этом всё заканчивается. Скажем, в этом смысле некоторое такое оживление у нас есть в нашей стране. Скажем, вот я наткнулся тут в сети, и, я думаю, некоторые из вас, наверное, наткнулись. 21 декабря состоялся, как товарищи говорят, участники, учредить Всероссийский съезд Союза за восстановление Советской России. 6 тысяч участников. Ну, я удивился. Такая активность. Кажется, ну всё, вот она, революционная ситуация. Ничего подобного. Значит, если послушать там их заявления и документы, значит, вот мы хотим прийти демократически, мирным путём, вот нас мелкий и средний бизнес поддерживают, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, и понятно, что это очередное мелкобуржуазное объединение. Оно рассчитано на использование вот этих вот псевдодемократических форм. Поэтому ничего большого из этого не выйдет. При всей моей симпатии к выступающим людям, к организатору там такая симпатичная, по-своему толковая, образованная женщина. Но революционная ситуация тут ни при чём. И до революционной ситуации пока, я думаю, ещё далеко. Хотя она и вообще в мире может развиваться очень стремительно, быстро. И в России у нас опыт есть на эту тему. Как-то вот я всегда знал и хорошо понимал, что Ленин написал вот этот «Крах второго интернационала» и эту концепцию создал. В 15-м году. Ещё без опыта социалистической революции. А скажем, вспоминаем мы Ленина в декабре 16-го года. Я в одной из лекций упоминал это, что Ленин в Швейцарии делал доклад в 1905 году. И говорит, ну мы-то старики в декабре 16-го. Мы-то старики. Ему было там сколько? 46 лет. Не доживём до революции. А вы-то молодёжь. Ну, вы, наверное, доживёте. Проходит тут, значит, 3-4 месяца и революционная ситуация, и революция. И революция быстро. Да. Так с чего начинается революционная ситуация? Революционная ситуация начинается как раз с массовых действий. И скажем, я думаю, все вы помните, что до 28-го февраля, тут 24-го, 25-го февраля Санкт-Петербург, Петроград тогда, да, бурлил. Вот. И по Онесскому прошёл довольно большой митинг пустых кастрюль. Массовая демонстрация женщин звенела кастрюлями. Молодёжь-то не помнит, а кто постарше помнит, наши женщины, был такой союз женщин Ленинграда, они в 92-м году устроили с нашей помощью такую демонстрацию в Ленинграде по Невскому проспекту с кастрюлями. Довольно много народа было звонок. Сильно, но никакой революционной ситуации из этого не произошло. Почему? Потому что тогда всё-таки вот такие группы зародышей партии действовали, а массовая там публика, она, конечно, была в шоке от всего этого. Поэтому тогда из этого ничего не получилось. А тут, в 17-м году, народ уже созрел раньше и забастовками, и от войны, и от противоречий, значит, от гибели людей во время войны. И она развелась очень быстро. Революция начинается с того, когда организуется центр, способный быть зародышем государственного центра или некоторой второй власти. Вот когда такая вторая власть зарождается где-то, образуется какой-то центр, образуются двои центры, начинается революция. Пока такого центра не образуется, революция не начинается, ей не за что зацепиться, нет основания, основы для нее. Поэтому, как только возник совет, с ним возникла и революция. Теперь, и революция, она может быть удачной, а ведь может быть и неудачной. Она может завершиться победой и может завершиться поражением. Поэтому и слово революция, оно вообще-то, говоря, многозначное. Мы-то, правда, привыкли его воспринимать с такой теоретической стороны. Поэтому это словечко у нас взято из английского, из иностранного языка, чтобы сохранить только вот этот социально-политический смысл. А если взять, скажем, английский источник, то революция – это любой бунт. Много слов, с помощью которых переводят революции с английского на русский. Там восстание, бунт, революция, переворот. Энгельс еще писала «консервативная революция». Ну, так они всякие могут быть. Да, вот даже есть контр-революция, только контр-революция. Но у нас с революцией связаны четко определенный термин, четко определенные понятия. Значит, и революция возникает, когда возникает вот этот центр. Теперь, этот центр не может возникнуть, если класс не готов к таким действиям. Класс не готов к таким действиям, если нет партии, которая его организует. Поэтому же во всех почти языках для слова «народ» имеется два термина, скажем, в латинском – «фольк» и в немецком «фольк» и «вульгус» – «толпа». Или, ну, народ в таком, в простецком смысле. И в русском – «народ» и «толпа». Вот что-то народ собрался у виванного ларька. Что это там собрался? На самом деле, это не рада толпа. Мы знаем, что это толпа. Так и сегодня, значит, эта толпа, она собралась на митинг, пришла, но если она не организована, если за этим митингом не стоит какая-то организующая сила, он разошелся по домам, и все, завтра он уже не придет. И вот эти съезды там сейчас организуют, эти товарищи говорят, ну, вы там организовываете союзы самоуправления на местах. Ну, может быть, кто-то организует, но я сомневаюсь, без партии, без профсоюзов никакой организации не будет. Почему? Потому что сам народ не организован. А фольк, народ, он организованный народ. Если он не организован, он толпа. Даже в общегосударственном смысле. Или, как Марс и иногда Ленин напоминал, значит, он является классом в себе, рабочий класс в себе, то есть неорганизованный. Каждый сам за себя. Значит, как раз вчера задавали этот вопрос. Когда класс в себе может развиться до класса для себя? Значит, вот он может развиться быстро, как я говорил, в России в 17-м году. Начинается, но партия уже была, партийные ячейки были по России, опыт советов уже был, значит, несколько партийных собраний организации Петербурга, инструкции по созданию профсоюзов и рабочих комитетов, партия заработала, мгновенно это все организовалось. Почему? Потому что все время рабочий класс, все вот эти первоначальные годы 20-го века, он все время был в форме. Я приводил как-то и в статьях, и в лекциях цифры по росту забастовок в России. И там начинается в 1901 году, я не помню сейчас точно, ну, где-нибудь, скажем, 200 забастовок. В 1902-м там 300 забастовок, в третьем 400, в пятом там уже тысячи пошли, в пятом десятки тысяч уже пошли, и на этой волне первая революция была. И дальше они не остановились, а шли. Да, в это же время создаются партии, все почти партии российские, они созданы были вот в этот период, с пятого по семнадцатый год. То есть был такой рост вот этой активности, коллективных действий, поэтому революционная ситуация, она стремительно развивалась и имела такую вот поддержку. Сегодня вот этого нет. То есть возникает масса, значит, таких протестов, масса организованных сил, которые ведут просвещение. Вот мы недавно очень хорошо записали вот эту лекцию о просвещении. Я когда-то в молодости занимался и написал дипломную работу, значит, философия немецкого просвещения. Там были и Гегель, и Фихт, и Кант. И знаю это время довольно хорошо. И вот сейчас я понимаю, что перед каждой революционной такой ситуацией, перед каждой большой революцией есть вот этот период, бывает, просвещения. Просто 18 век, век подготовки буржуазных революций, он был наиболее, может быть, ярким изо всех. Поэтому о нем много писали, там много очень талантливых людей в то время выросло, и они составили такую общечеловеческую ценность. И мы сегодня и в школах изучают этих авторов 18 века и у нас, и в Европе. Причем, мне кажется, что вот у нас как-то дух вот этого просвещения, особенно французского, он как-то сохранился, как-то вписался в систему русских, советских ценностей. Скажем, мы с удовольствием читали, и Гёте читает, переиздавался Гёте у нас регулярно, скажем, у меня дома десятитомник замечательный, Гёте. Вот Шиллер, по Шиллеру кино, драмы до сих пор идут по Шиллеру у нас, да и в мире они идут. То есть это был такой весомый гуманистический вклад немецкого, английского, французского просвещения в человеческую сокровищницу культуры. И у нас он сохранился. А вот мне кажется, на Западе, особенно вот это фашистское время, оно как-то придавило вот эту духовность эпохи просвещения. И там вот такого пиетета перед культурой просвещения, философией просвещения там нету. Поэтому там много на Западе всякой чуши. Ну, а каких-то больших произведений, хоть философских, хоть художественных, в общем, как-то ни у нас, ни на Западе, мне кажется, не появляется. Последние там такие значительные философы были вот так в 80-х, 70-х, 80-х годах. Да, так что вот этот вот пафос, он сегодня возрождается, скажем, много. Во-первых, газет, левой патриотической ориентации. Во-вторых, разного рода клубов, политических, в том числе, такого левого свойства обсуждают Ленина, Маркса, Сталина, других каких-то революционеров. Теперь возникают учебные заведения вот такого народного свойства, и вроде бы на добровольной такой основе, на бесплатной, и вроде они как бы, ну, не совсем серьёзные учреждения, да, не на экономической основе, вот, а такие кулуарные. Но, тем не менее, этот процесс просвещения, он идёт. И главное, что в этих вот кружках, газетах, заведениях, конференциях, кстати сказать, в прошлом году, идёт процесс очищения памяти Сталина от того мусора, который на его образ набросали за последние 60-70 лет. Я удивился, что... Значит, ну, во-первых, мы провели в августе конференцию по Сталину, и вышел замечательный сборник, я думаю, товарищи видели. У меня, к сожалению, хотел я взять с собой, может быть, у кого-то нет, думаю, дать. Всё, не осталось больше. Может быть, где-нибудь там в загашниках есть, спросил у товарищей. Вот, ну, может быть, найду. Значит, замечательный сборник, причём, значит, в этом сборнике первая статья Михаила Васильевича Попова, где он, мне кажется, делает тоже такое, ну, своего рода открытие, или, по крайней мере, важное положение научное, а именно, что антисталинизм – это сейчас самая острая форма антикоммунизма. Поэтому действительно на ум приходит, что ведь вот этот антикоммунизм и контрреволюция, они зародились с критики Сталина начинают. Сначала, значит, облили, оболгали имя и дело Сталина. Потом потихонечку перешло это всё на партию. Потом на Ленина, потом на Советы, потом и вообще на Советский Союз, на Советский Союз. И возрождается вот это вот просвещение сознания, оно снова повторяет эти ступени. И я думаю, что вот как только более-менее в широких массах будет вот это вот прозрение насчёт Сталина, а я думаю, что оно уже есть. Вот сейчас, скажем, оголтелый такой критики и вот этого оголтелого тезиша, что там при Сталине было расстреляно 60 миллионов человек, сейчас уже вы не… Ну, я не встречаю. Это уж самые какие-нибудь отсталые или тупые нарочно люди, они вот так ещё могут выразиться. А, скажем, более-менее интеллигентный, культурный человек, он так не скажет, потому что понимает, что это враньё. Вот что их уже новые историки, в частности вот знаменитый теперь есть Земсков, он показал, что никаких там миллионов не было расстрелянных, это выдумки. А ведь, скажем, нас воспитывали, что репрессированы – это значит расстреляны. И мы так и думали, значит, что 4 миллиона репрессированы, значит, 4 миллиона расстреляны. Штрафки репрессии. Да, аж репрессии мы уже сами много раз объясняли, я думаю, наши товарищи знают, что репрессии – это тупресс прессовать, наказывать, значит, юридический термин, который говорит о том, какое наказание несёт кто-то иначе преступный или наступившийся человек. Вот. Поэтому нет вот этой галтелости. И то, что наряду с нашей конференцией проведены были в Москве сталинские чтения газетой «Завтра», «Завтра» и её окружение, это тоже говорит о многом. Значит, в Москве три дня проходили вот эти сталинские чтения. То есть, это масса народу готовилась, выступала, значит, публикует материалы. И это тоже большой такой, я думаю, будет хороший пропагандистский материал. Ну и не только эти. Много материалов такого рода появляется. Поэтому я думаю, что вот эта задача, она в ближайшее время будет решена. Ну и в этой связи мне хотелось бы подчеркнуть один момент, что вот в эту критику антисталинизма большой, конечно, вклад внёс Владимир Сергеевич Бушин, который выдающийся публицист и писатель наш, которым мы здесь неоднократно вспоминали, и который в декабре, 25 декабря, через два дня после вот этих сталинских чтений умер. И я думаю, умер удовлетворённый и умиротворённый тем, что, значит, вот эта его борьба, она успешно, в общем-то, завершилась, что вот этот процесс, значит, возрождения благодарной памяти Сталина, он начался, а Бушин внёс в него, конечно, очень большой вклад. Поэтому товарищи руководители «Народной правды» Михаил Васильевич Попов, Долгов командировали меня в Москву, дали денег. Вот, и я участвовал и в похоронах Владимира Сергеевича, и потом в захоронении в урне в январе. На Баганьковском кладбище. И, в общем, мне показалось, что вот это пример и образец такой советской жизни, советской стойкости, настоящего советского человека. Поэтому и прожил он долгую жизнь, 60-96 лет, и, значит, блаженно умер. Жена рассказывает, утром, как всегда, он встал за компьютер, поработал часа два, встал попить чайку, попил чайку, сел в кресло и тихо заснул. Я думаю, это вот идеальная жизнь. И мне вспомнилось отец мой, который тоже три года назад вот сейчас. отец Бушин родился 24 января 94-го года, а отец мой 21 февраля тоже 94-го года, они почти родственники. А умер отец, значит, три года назад. И вот он говорит, не желая лёгкой жизни, желая лёгкой смерти. Причём это давно он говорил. И я так думал, что это какая-то народная мудрость. А тут наткнулся. Значит, был такой поэт Харжевский. Вот, у него, оказывается, есть стих на эту тему, который так и заканчивается. «Лёгкой жизни я просил у Бога, лёгкой смерти надо бы просить». Вот, и в этом, мне кажется, большой такой смысл, что смерть, она тоже значительна для человека, и она показатель. Вот жил человек, боролся, был здоровый. Мы к нему ездили в 94-м, в 2014-м, поздравляли его с 90-летием. Он крепкий в 90-лет, крепкий мужчина, значит, во всех, во всех отношениях. Боролся вот до последних дней. Писал статьи до последних дней. Он умер, а статьи его ещё, значит, только потом вышли. Он издал, умер, а статьи вышли. В литературной России и издал. Так что, вот, такого рода герои, они в этой борьбе, они живут долго, остаются в благодарной памяти народа. Я думаю, что будут долго-долго жить. И вот эти все, значит, явления, они показывают, что и просвещение вот это советское растёт, и организация народа растёт. Я могу судить, по рабочей партии России она растёт, по другим левым организациям они растут, значит, по учёбе в Красном университете, ну и по каким-то другим показателям, по тиражам газет, по газетам. Это всё растёт. Хотя, я говорю, что пока революционная ситуация, она, в общем, не проглядывается. А вот усиление контрреволюции и такая вот, если хотите, контрреволюционная ситуация, она проглядывается. Почему? Потому что действия Владимира Владимировича Путина и правительства, они, конечно, это такой государственный переворот. Причём, это переворот, в общем, известный и в истории, и в нашей стране. В нашей стране я тогда ещё указывал и тоже в лекциях рассказывал, что Горрачёв совершил государственный переворот. Когда? Значит, избрали там Государственный совет тоже. Путин же хочет Государственный совет сделать. Горбачёв его сделал, это Государственный совет. И этот Государственный совет избрал его президентов. С какой стати в советской стране при Советской Конституции президент? Это чистой воды государственный переворот. Вместо того, чтобы дать ему табакеркой по голове, как решали раньше этот вопрос, товарищи, его, значит, президент, уважаемый человек, ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Такой же переворот совершил такой племянник Наполеона I Бонапарта Луи Бонапарт III. Значит, он был избран президентом в результате контрреволюции 1948 года. 18-го премьера. Да-да, вот это к вашему этому вопросу. Вот, побыл президентом немножко, потом видит, что и одна партия слабая, и другая партия слабая, и трудящиеся чёток не видны их особо. Вот, поэтому разогнал законодательное собрание, объявил себя, ну, в 51-м году разогнал законодательное собрание, а в 52-м объявил себя, значит, императором. Император Наполеон III. Первый президент Второй империи, и Наполеон III, значит, император Второй империи. И, как ни удивительно, проправил 18 лет. А в целом стало быть почти 20. И Владимир Владимирович у нас проправил 20 лет, и теперь затеял государственный переворот. Затеял, а уже совершил его. В чём это видно, что это государственный переворот? Во-первых, это видно по отстранению законодательного собрания от процесса. То есть, законодательное собрание партии, которые там из себя изображают большие политические силы, они просто отставлены в сторону, на них даже не обратили внимания. Значит, заменил правительство. Причём тут же, в несколько дней, за неделю, и новое правительство, которое сформировал он. Там, под Маркой или под зонтиком Мишустина. Теперь, объявил о смене Конституции. Раньше он говорил, Конституция – нет, неприкосновенно. Ну что вы? Нет, это такое важное дело. А теперь уже неважное, теперь уже потоком предложения по сменению этой Конституции. Значит, ну мы ради того, чтобы показать трудящимся, что никаких перемен не будет, с Михаилом Васильевичем тоже направили предложение. В том смысле, что если вы там делаете государственный совет, то хорошо бы под этим государственным советом, чтобы он опирался на что-то, сделать советы на предприятиях. И тогда под государственным советом будет народ, демократ, татататат. Вы серьезно такое письмо отправили? Да. Не ему, а в комиссию. Многие посмеются выкинуть его в мусор. Вот не выкинули они в мусор, а они его передали в комиссию. И сейчас пришла бумага нам, что ваше письмо вверено в комиссию на рассмотрение. Конечно, я с вами согласен, что они это скажут, это не подходит, это что-то какие-то там ретрограды, значит, там пишут, посмеются, может быть, над этим. Но нас и не это интересует. Мы понимаем, что это им не нужно. На самом деле стоит то, чтобы показать, что никакие такие наши, значит, новации, они не проходят и не пройдут. Не для этого они создают этот, совершают этот переворот. Ну, а в чем же тогда суть и смысл вот этой возни, значит, с Конституцией и с этим переворотом? Суть, я думаю, очень простая. Она состоит буквально в двух позициях. Первая позиция заключается в том, что та бумага, которая называется у них Конституцией, она на самом деле никакая не Конституция. Конституция принята не была. Я не уверен, что вот в нашей аудитории это надо объяснять, то, что несколько раз и Михаил Васильевич объяснял это, и другие товарищи. Поэтому мы знаем, что это была подделка. Но одно дело – это подделка в ситуации такой только что закончившейся контрреволюции, только что победившей буржуазии, которая наделила Ельцина всеми правами. Это Конституция, которая призвана была сделать из него диктатора. Поэтому Ельцин ведь на первых порах, он управлял не законными прошествиями через Верховный Совет, а указами президента. Указ и всё, указ и всё. Разрушил экономику за год своими указами. Ему прощались любые прегрешения, в том числе и гражданская война в Чечне. Но характер-то Конституции остался, а прошло-то, слава богу, уже скоро 30 лет, а Конституции там 17 лет. И, скажем, у Путина и другие юристы там ему, видимо, всё-таки разъясняют, что она нелегитимна, эта Конституция. Почему? Потому что, во-первых, она не обсуждалась, она вкинута в последних днях, неделях, ну, может быть, за месяц. Причём неофициальной Конституционной комиссией, руководителями которой были Ельцин и Олег Румянцев, такой был у него секретарь этой комиссии. А в Брошина якобы подготовил её Шахрай такие разговоры в кулуарах. Хотя я, скажем, не удивлюсь, если выяснится потом, что там Шахрай с каким-нибудь, значит, консультантом из ЦРУ. Поэтому, по этому пункту она не Конституция, что она не обсуждена народу. Во-вторых, вопрос был сформулирован, вы за Конституцию Российской Федерации? Конституция была только одна тогда, Конституция РФ, а остальные были проекты, в том числе, если и Шахраевский, то он тоже проект. Поэтому нужно было спросить, вы за проект Конституции? За какой вы проект Конституции? Тогда бы этот проект стал Конституцией. А так спросили, вы за Конституцию? Ну, мы за Конституцию, мы граждане, подчиняемся Конституции. Она была тогда одна, Конституция Российской, Советской, Социалистической Республики. И поэтому она стала быть не Конституцией. И в-третьих, значит, тоже об этом говорилось, напомню, что документы референдума по этой Конституции были как-то нечаянно сожжены. Вот как так совпало? Что очень удачно они как-то сгорели, все эти материалы. А председатель избирательной комиссии, или референдума, значит, был отправлен дипломатом, послом в Чехословакию. И так вроде это прошло. Но эта-то история прошла, и даже основной массы буржуазного народа забыто. Но грамотные-то люди понимают, в том числе и Путин, он юрист, он понимает, что это построено на песке, поэтому ему нужна легитимность. Так вот этот опрос, а не сначала референдум, или плебисцит. Вот, скажем, у Наполеона III у него был плебисцит. Значит, сейчас у нас опрос, который призван в первую главную очередь легимитировать, провести легитимацию Конституции, чтобы она была законной, чтобы народ ее признал в качестве законной. Но даже если ее там наполовину переделать, она все равно будет незаконной. Поэтому это бессмысленная и бесполезная затея с этой стороны. Второе основание, цель и главный интерес состоит в проблеме, так называемой, 24-го года. Как они это называют? Транзит власти. В 24-м году кончается срок Владимира Владимировича Путина. Он много чего наделал. И, в общем, пора бы ему, конечно, уйти на покой, тем более, что ему там будет уже 71 год. Но, видимо, Владимир Владимирович все-таки чувствует еще в себе силы и решил еще поработать на благо России. Поэтому создается еще один государственный совет. Вот это я журнал «Эксперт» принес. Как иллюстрацию, значит, ситуации, что люди грамотные, культурные, они хотят как бы смикшировать, так это сгладить острые углы. Создали вот такую схему новых теперь властей. И у них вот тут внизу эта сфера власти регионального блока. И сюда входит и этот президентский совет. Вот вроде региональный блок. Ничего страшного. А тут вверху, выше него, значит, конституционные стратегические и стратегические блоки. Куда входит то, что Совет Безопасности. То есть, ну, вроде ничего. Хотя, на самом деле, это главный пункт. И он входит и в этот блок региональный, и в этот блок стратегический. Хотя, этот стратегический блок, он и так уже работает, и так Путин уже является таким стратегом, который всей этой вертикалью руководит. Основные законы, основная политика формируется сегодня вот этим Советом Безопасности. Куда входит там больше половины, по-моему, бывших руководителей или больших чинов ФСБ. И сейчас там Патрушев, Иванов, помните вы. Да, в этот Совет теперь вошел гражданин Медведев, а в качестве заместителя председателя Совета Безопасности, а в подчинении у Медведева будет также и Мишустин. Так что конструкция президента и премьер-министра на будущее после 2024 года, вот она уже готова. Они оба сидят уже в этом Государственном Совете. Теперь тут получается у нас, значит, Государственный Совет, Совет Федерации, это тоже ведь Совет, Совет Федерации так и называется. Государственный Дум, она тоже Совет. Скажем, вообще-то, значит, и во многих государствах Советы, это Советы. Называется Совет, Палата общин. Совет общин в Англии. Значит, поэтому конструкция пока вот такая вот уродливая, но смысл в том, чтобы сделать ее над государственной. Она будет стоять и над исполнительной властью, и над законодательной властью, и над юридической властью. Таким образом, как бы пост председателя вот этого Государственного Совета, он получит очень большую значимость, и он фактически реально будет давлять всем ветвям власти. Поэтому Владимир Владимирович, он там посядет на этот трон и будет сидеть, ждать, пока его не назовут императором, как Луи Бонапарта. Причем, такие товарищи, которые хотят его видеть императором, уже объявились, уже торопятся, бегут переведи паровозы. Вот я смотрю иногда передачу «Право знать» по субботам. Вот у них там в эту субботу был такой Евгений Сатановский, эксперт по политике на Ближнем Востоке. Вот, и это Евгений, он и говорит. В России у нас была империя Романовых, потом у нас была империя Советская, теперь у нас будет Третья империя. То есть империя уже готова. Дело за императором. Императора готовят. Когда этот переворот совершится, значит, ему останется только себя пригласить, как и вот этому саму Наполеону Третьему. Фюрерам и канцлерам. Фюрер не пойдет. В нашей стране не пойдет. К канцлером? Нет, канцлером тоже не пойдет. Канцлер – это глава правительства при Рейхстаге. Рейхстаг – все-таки законодательная власть, а канцлер – это такая исполнительная власть. Хотя, реально, это власть у канцлера в Германии, да? Но все-таки есть власть над ним, якобы, по крайней мере, по форме. Так и здесь будет. Я думаю, что здесь еще более реалистично все это будет. Так что вопрос о революционной ситуации, он действительно очень актуальный и встал, что называется, ребром. А ребром заключается в том, что контрреволюция, она торопится и как бы предвосхищает революционную ситуацию. То есть, наверху, видимо, обеспокоены теми процессами, которые идут в обществе. И они пытаются опередить революционные вот эти вот настроения, которые начинают развиваться в обществе. Отсюда и идет вот эта вся спешная возня с переформатированием правительства, с изменением Конституции и с устройством новой государственной системы. Причем я вас могу поздравить с крушением той политической системы, которую строил Владимир Владимирович Путин с 2002 года. Если вы помните, а РКРП, я думаю, помнит это хорошо, в 2002 году Путин издал первый закон о партиях. По этому закону политическая система ельцинская, она обрушилась в четыре раза. Было там что-то 200 с лишним партий, осталось 54. 54 показалось тоже многовато. Тогда он в 2004 году издал еще один закон о партиях, где поднял параметры партии. В партии должно быть 50 тысяч человек, и выше половины субъекта федерации партийной организации не меньше, чем 500 человек. Тут еще грохнулись многие партии, осталось 19, по-моему, партий, из них 4 только парламентские. И вот эта система жила-жила-жила, и мы думали, что теперь, как в Европе, у нас будет правящая партия, значит, получать право создавать правительство, своего лидера сделает премьер-министром, и, значит, мы будем как в демократической Европе жить. Ничего подобного. Значит, эти партии отставили, не обратили внимания, наплевали, и теперь они могут разойтись. Или в Энгельсах его спросили там как-то, что, мол, можно ли завоевать власть, а есть парламент. Там российская социал-демократическая рабочая партия, она в Рейстаге немецком заняла очень много мест. И лидеры рабочие прямо поставили вопрос, мол, давайте власть в Рейстаге завоеваем. Энгельс их остужает. Что там, где сильна демократия, сильна законодательная власть, это возможно. Но в Германии, где правительство всесильно, а тогда это было правительство Бисмарка. Бисмарк – это величайший канцлер Германии, до сих пор непревзойденный, даже сколь его не превзошел. Значит, у нее есть замечательные воспоминания. Железо и кровь. Как он расправился, кстати говоря, и с французским этим Наполеоном Луина Парапарта, он его взял в плен. Потом отпустил в 70-м году, отпустил его в Англию, и тот в Англии через 3 или 4 года умер в возрасте 64 лет. Поэтому, значит, такой финт через завоевание парламентской власти, он не проходит там, где исполнитель власть сильна. А у нас она как раз единоличная диктатура, начиная от Ельцина и кончая Путина. Она была единоличной диктатурой. Эти вот перестановки, вот эта ситуация, она показала, что мы живем при единоличной диктатуре Путина. И она, собственно, завершает и принимает форму бонапартизма. Это теперь уже чисто в виде бонапартизма, но не бонапартизм Бонапарта Первого, а вот этот бонапартизм Луи Бонапарта после контрреволюции, когда нет ни одной политической силы, которая может взять власть в своей руке. Так же, как и у нас, кстати, сказали. И как он там лавировал во Франции между силами, потом их и разогнал, так и у нас, Владимир Владимирович, ему-то и лавировать вообще плохо просто. Значит, он их ни во что не считал, не считает, а теперь просто вытер они их ноги и разогнать. Поэтому этот парламент тоже ничего не стоит. А я-то думаю, даже и надо разогнать. Так что, дорогие товарищи, её нет. Но она может быть с месяца на месяц, с года на год. Поэтому готовимся, готовы, готовимся теоретически, готовим организационно, ну а там, говорится, как сложится жизнь в зависимости от обстановки. Спасибо за это. Спасибо, Александр Сергеевич. Вот там. Вопросы? Нет, вопросов нету. Есть записавшиеся на выступление. Товарищ Чижевский, пожалуйста. Вот я хотел бы отметить по следующей вещи, что Конституция и, что более важно, другие руководящие документы, то есть система гастирования хозяйства, которая используется в промышленности, в науке, в разработке, сейчас меняется полностью. Она меняется полностью на ГОСТ-РСО, ну то есть российские вместо советских, и ГОСТ-РСО международные. И там написано печатными буквами, как бы, такая метода управления, что она хозяйство убивает насмерть. Там есть, грубо говоря, только деньги. Вот делай деньги. Вот, допустим, начальник лаборатории, ты должен заботиться о том, чтобы получить деньги. Техники там, радиоэлектроники там нету, не пахнет и никак. И вся система управления хозяйством и наукой, она обрушивается. Значит, вот есть такая книжка одного из российского профессора, там радиоэлектронная борьба и в том числе информационно-психологическое воздействие на человека, ну как дурят людей и как дурят государства. И вот есть маленькая такая главка «Лингвистическое оружие». И в том числе там есть такая маленькая строчка, что высшая квалификация, это не то, что там поставить радиопомехи, поломать компьютер и ввести программы или там военным путем всех побивать. Это вообще мелочь. Это просто наивный детский сад. А вот воздействовать на сознание и в первую очередь на подсознание, потому что большая часть западной психологии, она считает, что человеком управляет больше подсознание, чем сознание. И поэтому воздействие на инстинкты, ну так делаются. И развито это с 80-х годов вот это вот направление, что внедрение вот таких вот и СМИ, и самое главное, нарушена система ГОСТов, которые правильно учат делать мир окор, вести хозяйство. А внедренные уже сейчас будут тысячами законы, это громит хозяйство. Вот, поэтому вся эта верхушка, там они могут считать себя диктаторами, да, они полицейские, но они мелкая подстилка Запада и больших капиталистов. Хотя здесь они будут устрашать там и все так далее. Но полиция не может накормить людей. А сейчас мы видим, что хозяйство, наука и интеллект людей, он идет вниз. И вот главная проблема наша, я считаю, что вот как ум человек, ум пролетария, ум нормального человека, вот толкнуть его к разуму. Ведь как не посмотришь на выступление там статистиков и президентов, это же какая-то вообще чепуха. Допустим, выступает, говорит какие-то цифры, одну цифру говорит. Как можно сравнить? Я лучше на 5%. А что говорит наука и вообще элементарный просто разум, что если я хочу сделать оценку, я должен сравнить настоящее с прошлым, сравнить его с теоретическим идеалом будущего. И тогда я могу о чем-то говорить. А что мы слышим? Везде и всюду. И даже вот молодежь так приучена выступать. Вот выхватила одну цифру и еще-то говорит, что это хорошо. Это глупости. И причем это массовая вещь. И с трибуны, и там все эти ученые. Как это так? То есть вот это вот главная проблема, что мозги современника, они вот настолько заплесневелом виде. И над этим работают и всякие американские институты, и вся публика этим работает тем, чтобы... низы большинство населения держать в таком животном состоянии, когда они не способны критически воспринимать ни действительность, ни слова, никак. Поэтому вот нам насчет просвещения... Спасибо. Товарищ Герасимов. Товарищи, ну, во-первых, надо поблагодарить Александра Сергеевича. Тему археактуальна, он раскрыл ее великолепно. И вот что хотелось бы добавить. Вот в 1876 году Георгий Валентинович Клеханов, мы знаем, развернул красное знамя на ступенях Казанского собора впервые в России. И только лишь через 41 год победила после этого революция. Только через 28 лет после этого, в 94-м году, была создана первая рабочая протопартия, можно сказать, Союз освобождения рабочего краса. И только в 98-м году, спустя 32 года, была создана впервые рабочая партия, ну, по зародушу, можно сказать, коммунистической партии, СДРП, еще небольшевиков на Руси. До этого ходили в народ, ходили в народ, учили, и некрасов стихи по этому поводу сочинят, сеется знамя на него народную, да? Почву, ты что ли находишь бесплодную худель твоей семена, сраплита знаниями и сирами, труд вознаграждается всходами хирами доброго мара зерна. И вот до недавнего времени, в общем-то, и мы так же вот ходили. И только вот последние месяцы, действительно, как вот отметил Александр Сергеевич. Начался рост рабочего движения, заметный. И вот я вот, как человек, по всему этому участвующий с конца 80-х годов, более-менее, это вижу впервые, но там в конце 80-х я был еще молодым человеком, так сказать, с рабой, с этим делом контактировал. Но вот тогда, надо сказать, тоже был подъем рабочего движения. И вот, кто смотрел, я не знаю, нет, у нас на канале выражен фильм по истории рабочей партии России. И там, в частности, показано, как вот Михаила Васильевича пригласили докеры, именно докеры, а Федотов и Тимофеев тогда были докерами обыкновенными, Федотов бригадиром, Тимофеев просто докером линейным. И вот рабочие, где пригласили Михаила Васильевича, и он там фотография есть, он там сидит лекцию читает, довольно большому числу рабочих. Но я там увидел некоторых товарищей, которые потом крупные должности занимали в Ленинградской организации Российского профсоюза докеров, но там они уже были повзрослее, там совсем молодые. Это был подъем, несомненно, рабочего движения. И хотя там, где не было рядом Михаила Васильевича, он вливался в дикие формы, как шахтерские забастовки прескорутые, но он был. Вот с тех пор в силу деградации промышленности, в силу вот этих ударов, шоковой терапии, надо сказать, что рабочее движение у нас, ну, можно сказать, если и было, то спонтанное, крайне стихийное, крайне некультурное и в крайне малых размерах. Да, если по масштабам страны посмотреть, то можно сказать, что каждый день где-то там работу, что-то какая-то ворынка, там ворынка, там ворынка, но страна большая, и так в целом ничего такого не было. Буквально совсем недавно вот нам пришлось выпустить газету Депо по просьбе уже работников-трамвайщиков, троллейбусников, работников метрополитена. Выпустили газету «Шахтер Донбасса», тоже, в общем-то, по просьбе, можно сказать, организаторов рабочего движения на Донбассе. Ну и тем не менее, пока что это настолько в зачаточном состоянии, вот сегодня утром буквально в чате там товарищ Донбасса, там «Шахтер» пишет, вот, у меня 6 часов, я должен быть на работе, выхожу на работу там к 8 утра, а прихожу домой в 7 вечера. И, как я понял, там у них клеть просто не поднимает, вот он на поверхности все, и сидит там, а платит там вот только на одной шахте, где вот вроде у нас в газете там подробно все расписано, как надо писать заявление о пристановке работы до выплаты зарплаты, в соответствии с, кстати, кодексом затконов о труде ДНР. Пока что на одной шахте только с Качинского это написали дружно и получили зарплату. А так задолженность еще за январь не выплатили зачастую, и жить там практически людям не на что за эти деньги. Я ему говорю, да вот вы в таких ситуациях, а сколько вот еще, у нас еще есть немного газеты «Шахтер Донбасса», сколько вам высвать-то? Да чего газету читать, а, все равно все пиво пьют. Я говорю, откуда деньги на пиво-то? Вот, ну вот, находят это самое. Вот такие вот пока что, к сожалению, в Ленинграде такие настроения сильные, но тем не менее, вот идут товарищи, из метростроя идут товарищи, и уже сами нас находят, выходят. Вот это вот очень большое дело, как мне видится. И я думаю, здесь вот этот путь, который рабочий раз в России, конца 19-го, начало 20-го века проделал за десятилетия, у нас может быть здесь проскочен намного быстрее, как совершенно верно Александр Сергеевич сказал, потому что у нас уже это есть. Второй-то раз проще, эта тропинка зароста, как называется, но это не вековые деревья тут срубать на своем пути, там надо кустарник разгрести, грубо говоря, и пройти второй раз. Чем было легче рабочим конца 19-го, начало 20-го века? Во-первых, тогда шло бурное развитие промышленности, бурный рост капитализма. Всячески поощряились знания, рабочие учились, и учились в том числе и марктизму заодно. И во-вторых, тогда было мощное противостояние на Руси с самодержавием. Самодержавие прогнило, и очень многие люди, которым диктатура пролетариата абсолютно не нужна, и коммунизм как без красного общества абсолютно не нужен, они тем не менее активно поддерживали большевиков, которых видели наиболее последовательную, наиболее твердую силу в борьбе с самодержавием, которая действительно уже прогнила и перегнила, и с которым надо было уже кончать. И вот эти вот факторы нарожились, они, конечно, способствуют. Ну и сейчас, думаю, все будет у нас хорошо. А вот в чем хотелось бы пополемизировать с Александром Сергеевичем, значит, диктатуры одного человека не бывает. Бывает диктатура буржуазии, а мы сейчас живем не при диктатуре Путина, а при буржуазной демократии. И благодаря этой буржуазной демократии мы, в частности, тут сидим и вывесим все это в интернет открытое. Так что, если Александр Сергеевич хочет, он может и мы перегулировать. Спасибо. Прикладите нам слово. Александр Сергеевич, заключительное слово. Спасибо, дорогие товарищи, за обсуждение. Ну, тут полемизировать, собственно, нечего. Почему? Потому что тема диктатура, личная диктатура кого-то и демократия буржуазная – это не противоположности. Это вот вчера я как раз лекцию и стал на эту тему, и давно это известно, что диктатура – это сущность. Демократия – это форма. Сущность любого государства – диктатура. Любого. Правящего класса. Не понял. Диктатуру правящего класса. Диктатура правящего класса. Ни с кем не разделяемая больше. Поэтому она и диктатура. Значит, теперь. Она – сущность. А формы ее могут быть разными. Значит, это может быть монархия. Это может быть олигархия. Аристократия в древности. Это может быть демократия. Демократия и форма. И диктатура, они соотносятся как сущность и форма. Или, если хотите, содержание в какой-то части. Содержание и форма. И Ленин нас учил. Диктатура должна быть сильной железной властью. А наша диктатура похожа скорее на кисель, говорит он в 1918 году. На кисель – диктатура рабочего класса в 1918 году. В другом месте разъясняют и Маркс, и Ленин. Значит, диктатура может быть при хороших, спокойных условиях мягким дирижированием дирижера, когда никто не сопротивляется. Все эти хороводы, как вот у нас тут в начале 2000-х годов. Путин так это разъезжает. Вот рассказывает всем вас, не анекдоты. Разговаривает с васами. Все, тише гладь. Демократия дальше некуда. И она может быть железной, жестокой диктатурой одного человека. И, как правило, после революции, особенно контрреволюции, возникает диктатура. Демократия рождается в форме диктатуры. Скажем, в Англии это была диктатура Кромбеля. Английская буржуазная демократия родилась сначала как диктатура Кромбеля. Французская демократия сначала прошла диктатуру якобинцев, диктатуру Наполеона Бонапарта, вот еще третью личную диктатуру Луи Бонапарта. И в крайних мерах всегда господствующий класс отдает власть одному человеку и назначает диктатора. Скажем, наши декабристы назначили диктатора, правильно, Труецкого. Он должен быть диктатором. Он должен сконцентрировать в своих руках всю власть и руководить и партиями, двоянскими этими объединениями, и всем классом, чтобы покончить с монархией феодальной. Он сам испугался, восставших подвел, повесили пятерых декабристов, ничего из этого не получилось. Маркс и Энгельс пишут о революциях 1848 года. Там в нескольких странах Европы были революции совершены. Но некоторые руководящие товарищи отказались быть диктаторами. И Энгельс с Марксом их укоряют. Надо было, значит, брать диктаторскую власть, а вы распустились в сопли и нюни. Кстати, я забыл сказать, что диктатура вот эта Луи Бонапарта, она закончилась Парижской коммунной. В 70-м году этого самого Луи взяли в хлеб. Немцы тут были под Парижем, а рабочие подняли восстание, победили, создали Парижскую коммуну. Вот вам и результат этой самой императорской личной диктатуры Бонапарта. Поэтому, конечно, все носит в основу классовую, а личная диктатура, она является выражением диктатуры класса. Как это было и в древности, скажем. Для борьбы со Спартаком в свое время был назначен диктатор, которому вручена вся власть, только нам победить, значит, это восстание Спартака. А есть примеры из истории, когда диктатура пролетариата проявлялась в форме единоличной власти, единоличной диктатуры? Ну, значит, в какой-то мере эти моменты, они были свойственны и пролетарской революции нашей, скажем. В некоторых моментах и в некоторых отношениях Сталин, конечно, использовал личную власть и не дожидая коллективных решений. Почему? Потому что он прекрасно понимал, что диктатура пролетариата – это власть, которая должна быть осуществлена. Там же никаких законов еще не было. Законы эти только создавались, причем они создавались стихийной борьбой. Поэтому там некогда особо было рассуждать. Поэтому в какой-то мере там и был вот этот личный момент. И я говорю, он есть везде. Наполеон Первый – это диктатор, заливший кровью всю Европу, а не только Францию. И вся Европа до сих пор Наполеона возносит, как выдающегося героя, берет с него пример. И он там у каждого правителя стоит, значит, с культуркой на столе. А пролетарские диктаторы им не нравятся. Они нехорошие, они тираны, они деспоты, они пролили кровь нашу буржуазную. Так вот ваши буржуи выступили с оружием в руках против народной власти, они получили пули в лоб. Это нормально, во время революции это бывает. Так что ничего тут, никакого тут противоречия нет. Личная власть, если она выражает диктатуру, значит, класса, а она, как правило, все-таки выражает, не зря его диктатора назначают, то это, ну, оправдана революцией в последующем развитии. А кто еще? Да, это сложный вопрос. Это сложный вопрос. Но в некоторых отношениях и он проявил такие личностные свойства антикоммунистические, антинародные и диктаторские. То есть он навязал, во-первых, программу эту с отрицанием диктатуры патриарята. И я думаю, что, не я думаю, а точно, они не спросили народ, партию, а сразу бух на этом, на съезде. И все от этого вранья опешили, не могли среагировать. Потому что он-то с фактами в руках, а у них-то с собой, там, они не готовы были к этому. Чем чудовищнее ложки в охоте. Да, поэтому это тоже, это вот такая, такой личный, значит, личная такая диктаторская инициатива. И он ее успешно проявил, а потом еще и расстрелял, значит, нормальную рабочую демонстрацию в Новочеркасске. Это, а это, если хотите, террористическая акция, она совершенно была ни к чему. Другое дело, что это еще дело судьбы. Скажем, там, конечно, не нарочно, не специально это расстреливали. Специально к оружию там относилось то, что им разрешили иметь солдатским оцеплением, оружие с собой разрешили. А спальнуть им разрешили вверх. А дело в том, что там напротив, вверху, были деревья, а на деревьях пацаны. И в этих пацанов попал, они попадали там с этих деревьев. Но это дело судьбы. Так же, как дело судьбы и конец этого Наполеона III, да? Что вот он нашел собаки, собачью смерть. Вот так будет и с другими. Я говорю, что Путин поднимается наверх. На самом деле он себе роет яму, он углубляется вниз, идет. Судьба его уже несет, ему уже не остановиться. А судьба, как говорит Гегель, это бегство от судьбы. Но известно, как сильно от нее не бежишь, от нее не убежать ведь от судьбы. Ну вот, поэтому никуда он не денется. Вот так бы и ответил на ваш вопрос. Спасибо, Александр Сергеевич. Объявление. Тема следующего занятия. Это формы и методы коллективных действий трудящихся. Идет занятие председатель секции скорой медицинской помощи Общероссийского профсоюза действия Бобинов Григорий Вячеславович. Встречаемся в следующий четверг. Спасибо. Спасибо.